Субтитры делал DimaTorzok Микроволновки, булочки с корицей, которые получаются ничем не хуже, чем наш классический вариант. Я думаю, каждому знакомый. Вот он, ссылка также будет в описании. Новые булочки на вкус получаются точно такие же, разве что немного бледноваты, как и Руслай Иванович. Ну, без вегана жизнь погана, вы это знаете. Так что, поехали. В миску высыпаем 140 граммов муки. Это ровно один стакан. Если у вас есть такой, знаете, который обычно приворовывают в поездах. К муке добавляем полторы чайные ложки разрыхлителя для теста и маленькую щепотку соли. Маленькую, как совесть мистера кота. Хорошо замешиваем сухие ингредиенты. Ну, как хорошо, просто до однородности. Добавляем 70 граммов молока. Температура, да без разницы. И 40 грамм растопленного сливочного масла. Мы свое топили в микроволновке. Ну, растапливали, вернее. Тесто помешаем ложкой, затем перейдем на руки. Немного помесим, да оставляем в сторону. В небольшой банке, ну, в которой масло топили, растопите еще 30 грамм. Добавьте 30, дефис 50, дефис 200 граммов сахара. Одну столовую ложку корицы. И половину чайной ложки крахмала. Ну, и можно еще маленькую щепотку соли. Ну, просто везде ее пихаем, знаете. Хорошо перемешаем и возвращаемся к тесту. Тесто раскатываем в круг. Диаметров сантиметров 20-25. Ну, и вываливаем начинку. Распределяем ее по поверхности. И начинаем плотно скручивать тесто. И также плотно затем защипываем края. Получившийся рулет разрезаем на порционные булочки. Мы используем для этого нитку. Если нет обычной, возьмите зубную. Если нет зубной, то вами булки ни к чему. Правильно? Чем вы их есть будете. Поскольку такие булки вкуснее всего употреблять свежими, то мы их будем готовить по три штуки. Выкладываем их треугольником на пергаментную бумагу. Слегка приплюсните. Ну, придайте желаемую форму. Причем, даже если будете готовить по одной, не кладите в центр. Иначе она просто сгорит. Ну, и кидайте в микроволновку ровно на одну минуту и двадцать секунд. Но, опять же, смотрите по своему протонному излучителю. Наш мощностью 750 ватт. И минута 20 как раз оптимальное время. Далее доставайте, ну и по желанию можете смазать смесью из молока и сахарной пудры. Или же лимонного сока и сахарной пудры. Или же вообще ничем не смазывать, а просто приготовьте чаек, да вкушайте. Такие булочки лучше всего из пылу с жару, потому что, как говорит бабушкина мудрость, часики тикают, никто моложе не становится. Но в нашем случае их всегда можно подогреть пару секунд снова в микроволновке. Была бы у меня микроволновка побольше, я бы себя подогрел бы. Люди на пятом десятке меня поймут. Увидимся. Ногаем.